Таджикистан 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 Наблюдатели отмечают, что с учетом того уровня влияния, которое имеет Россия на режим в Таджикистане, можно заметить, что данная военная помощь идет на укрепление позиций самой России, а не является помощью Таджикистану. Я хочу выразить благодарность вам, представителям Российской Федерации, вам, уважаю посол, лично президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путину. Напомним, что в январе 2019 года СМИ сообщали о передаче России военной техники на сумму 3 миллиона долларов США Кыргызстану. Также были сообщения о возможности открытия второй российской военной базы на территории Кыргызстана. Очевидно, путем наращивания своего военного присутствия Россия усиливает свое геополитическое влияние в Центрально-Азиатском регионе. Родители 27-летнего таджикистанца Алиджона Ашурова обратились к правозащитникам с жалобой о применении пыток по отношению к их сыну. Они утверждают, что Алиджона незаконно задержали, пытали и содержали в нечеловеческих условиях, и все это делалось для получения признательных показаний в несовершенном преступлении. Соответствующую информацию об этом опубликовала на своем сайте «Свобода от пыток. Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности» в Таджикистане. Отец Алиджона, Нуруло Кадиров, рассказал правозащитникам, «Мой сын Алиджон вот уже пять лет периодически выезжает на заработки в Россию. В начале прошлого года он в очередной раз поехал в Петербург». Кадиров говорит, что его сына подозревает в причастности к терроризму и намерении выезда в Сирию. Якобы 28 декабря Алиджону позвонил незнакомый из Таджикистана и предложил выехать в Сирию. На следующий день в парикмахерскую в Санкт-Петербурге, где работал Алиджон, пришли сотрудники ФСБ России. Провели обыски по месту работы и жительства. После опроса объявили, что по требованию МВД Таджикистана он выдворяется с семьей из России. Ночью 30 декабря по прилету Алиджона и его семью увезли сотрудники УБОП МВД. До 3 января Алиджон содержался в здании УБОП, после его перевели в ИВС, и только 16 января он был переведен в следственный изолятор. При встрече в период нахождения в ИВС Алиджон успел сказать отцу. «Меня пытали и требовали признаться в намерении выезда в Сирию, но я ничего такого не совершал. У Алиджона кончики пальцев были в темных пятнах, он еле двигался», – рассказал отец задержанного. Напомним, что по данным ООН, с момента начала Сирийской революции, режимом Асада было убито до полумиллиона мирных жителей, миллионы стали беженцами. ООН и другие международные организации неоднократно обвиняли сирийские власти в военных преступлениях против мирного населения, в том числе с использованием химического оружия. С 2011 года, после начала массовых убийств мирного населения, в страну на помощь единоверцам потянулись добровольцы из мусульманских стран. Вместе с тем, режим Башар Асада и поддерживающий его Иран привлекли к своим преступлениям наемников со всего мира, в том числе и из России. Ссылаясь на председателя Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китая Шохрат Закира, кыргызский МИД заявил, что информация об этнических кыргызах в китайских лагерях перевоспитания не подтвердилась. Встреча Айдар Бекова и Закира прошла в Урумчи 22 февраля во время официального визита главы кыргызского МИД в Китай. Об этом 23 февраля сообщило издание «Клуб». О содержании кыргызов в лагерях стало известно в ноябре прошлого года. Власти Кыргызстана отреагировали на это с осторожностью, сказав, что прежде чем предпринимать какие-либо действия, следует тщательно проверить информацию. Между тем, в ноябре 2018 года радио «Свободная Азия» сообщило об аресте 300 жителей села Каиз-Кызылсуйского кыргызского автономного округа Китая. Также Комитет по защите китайских кыргызов подтвердил данные о 50 тысячах этнических кыргызах в лагерях. Ранее об этом сообщили казахские активисты. Мы с КНР очень продуктивно, плодотворно. Таким образом, становится очевидной зависимость кыргызских властей от китайских кредитов, влияние которых ощущается не только в экономических вопросах, но и в политических решениях. Напомним, что по данным ООН, более миллиона мусульман на сегодняшний день находятся в так называемых китайских лагерях перевоспитания, где, по словам очевидцев, их содержат в нечеловеческих условиях. Следует заметить, что Кыргызстан далеко не единственная мусульманская страна, власти которой оправдывают Китай в его преступных действиях в отношении мусульман. 22 февраля, находясь с визитом в Китае, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман также поддержал Китай в его практике размещения миллионов мусульман в концлагерях. «Китай имеет право проводить политику борьбы с терроризмом и экстремизмом для сохранения своей национальной безопасности», – заявил он. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ